Доброе утро, это день. Месте с вами начинаем мы, Анна Андронова и Дамир Назиров. И мы сегодня разыгрываем, естественно, приглашение в Дельфинарии. До нас дозвонилась Резида, мы задавали вопрос. Резида, доброе утро, вы эфире. Доброе утро. Резида. Скажи мне да. Видимо, нет, тебе говорят сегодня. Нет ее ответа. Вы нам перезванивайте, мы вас ждем и ждем правильный ответ. А на календаре 29 августа подготовка ко Дню Города. Сегодня наш эфир посвящен именно этой теме. День Города означает то, что лето заканчивается. Как не впасть в отчаяние и всегда улыбаться даже телом? Ответ на эти вопросы нам дадут гости. В нашей студии Лилия Мамонова, директор учебного центра Гала Информ. И Татьяна Бондаренко, психолог учебного центра Гала Информ. Доброе утро. Доброе утро. В вашем центре множество курсов по саморазвитию, по менеджменту и так далее. Один из любимых, вы называете это так, улыбка телом. Или антикризисная пятиминутка. Почему? Что это такое? Давайте немножечко расскажу о том. Наш учебный центр с 2003 года работает с предприятиями. Очень серьезные вещи по процессному, стратегическому, финансовому менеджменту, мерчендайзинг, продажи. Все очень серьезные вещи. Они очень важны для предприятий. Но эмоции-то они лишены. А у нас есть один из любимых курсов, который мы начали. Однажды первый из курсов с этой методикой назывался «Женский путь в бизнесе». То есть только женщины, вы считаете, должны улыбаться? Речь не об этом. Сейчас даже немножечко я предысторию расскажу, откуда улыбка-то телом появилась. Мы разработали курс Татьяны Михайловны. Разработала ее методики, ее авторская зарегистрированная методика. Здесь используется, кроме других методик. О чем речь? Эмансипация очень навредила женщинам. Они стали более серьезными. Они стали поступать по-мужски. А у женщины есть свои способы реагирования, не менее эффективные, чем у мужчин. Но другие. А женщины стали поступать по-мужски. Допустим, по карьерной лестнице женщина двигается. Она становится чем более успешной, тем больше у нее накапливается чисто женских проблем. Проблемы с мужем или развод, или она замуж не вышла. И в конце концов проблемы со взрослыми сыновьями. И в конце концов гинекологические проблемы. Потому что женское естество, оно куда-то загоняется внутрь и не используется. Вот эта система инь-ян, она разбалансируется. И женщина на биоэнергетическом уровне начинает посылать сигнал по мужскому типу. Мужчина мужской сигнал от женщины не считывает, а женский сигнал она не дает. И вот вы решили, что улыбка телом, это как раз тот... Антикризисный как раз. Антикризисный. Почему антикризисный? Почему антикризисный? Это, конечно, очень такое широкое название. Что такое кризис? Это всегда нехватка ресурсов. И человек ищет ресурсы. Это либо поесть, либо поспать, либо денег побольше. Мужчина ищет ресурс в женщине, женщина ресурс в мужчине. Ну и разные другие масштабные вещи тоже. Мы говорим сейчас о личности. И, понимаете, принято, что ресурсы где-то вовне. А я хочу показать, что если мы правильно понимаем человеческое тело, то есть такую связь головы, мышления, где есть его ценности, желания, хотелки, да, и способы реагирования, чувства, ощущения, то тогда огромный источник силы жизненной находится внутри тела. Очень хочется. И каждый получает такую, знаете, витаминку на каждый день, если умеет сконцентрироваться на своем теле. Витаминку хочешь? Хочу, хочу. Я хочу уже улыбнуться. Сам с собой договориться. Да. Я хочу уже улыбнуться телом, да, договориться с собой, улыбнуться. Как это сделать? Как это сделать? Значит, сейчас, я могу показать прямо сейчас упражнение. Да, да. Да, да. Значит, еще раз, вот это схема человека, горлышко, пуп и бедра, и мы сделаем сейчас упражнение «Голос из пупка». Голос из пупка. Хорошо. Значит, для этого, для этого к вашему обычному речевому аппарату мы добавим всю энергию вашего тела. Мы можем встать? Конечно. Бедер и пупка, я так понимаю. Я думала. Да, 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 совершенно верно. Давайте попробуем. Значит, произнесем обычным социальным манером детский стишок «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Энергия только такого смайлика, и ничего больше. Попробуем. «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Прекрасно. А теперь обратимся внутрь себя, так вот, как бы, жизненную силу, так вот, прям из земли через ноги немножко, так вдыхаешь, вдыхаешь, вдыхаешь. И теперь, когда она полностью... До куда доводить? Прям вот до... Да, да, да. До речевого аппарата. До речевого аппарата, да. А теперь вот вся вот эта сила сконцентрировалась в области пупа, ничего, что я вот так вот... Да вы меня даже потрогать можете, все нормально. И вот теперь оттуда идет замечательный голос. Ага, поехали, «Наша Таня». «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Я думаю, что зрители услышали разницу? Грубее. Будем надеяться. Ниже голос, да, как будто? Он стал ниже, шире и бархатней. То есть сегодня многие телезрители получат возможность по-другому заговорить и порадовать своих близких новыми звучаниями. Бархатный голос, он дает какое-то более располагающее отношение, да? Конечно, конечно. А где улыбка? Ага. Что с улыбкой? А, что... А, ну это могут... Значит, смотрите. Когда каждая часть нашей пирамидки начнет улыбаться, то есть тут у нас смайлик, понятно. Здесь мы начинаем, у нас есть для этого упражнение, влюбленный взгляд у нас есть, влюбленный бюст для женщин. Есть упражнение. Голос из пупка – это часть улыбки. На самом деле, вот тут еще раз расплыться, большая, такая, как у чеширского кота улыбочка. То есть я должен представить это? Да, да, настолько чувствовать и представить. А по бедрам, понимаете, у женщин такой кринолин сначала входит в офис, а потом она сама. Даже если она в брюках. Это значит, что она улыбается дружной частью тела. Да, это возможно... Улыбка попой это называется. О, неожиданно. Это упражнение так и называется. Но это возможно только тогда, когда состояние сознания радостное, восприимчивое к жизни, улыбчивое. Чем больше людей в Челябинске начнут ко дню города улыбаться не только лицом, но и включая весь свой организм, и оно тем лучше. Что может быть полезнее для вас? Спасибо большое. Мы надеемся, что все восприняли этот совет с должным вниманием и начнут улыбаться всем телом в дню города. Спасибо вам большое. У нас в гостях были Лилия Мамонова, директор учебного центра Гала Информ, и Татьяна Бондаренко, психолог учебного центра Гала Информ. А прямо сейчас посмотрим сюжет с упражнениями, как все-таки улыбаться телом. Узнаем.